А теперь слово предоставляется достопочтенному послу Густаво Месе-Куадро, главе делегации Республики Перу. Господин председатель, для меня большая честь выступить перед Ассамблеей и поздравить избрание президента Ликитова. И выразить готовность Перу помогать в выполнении мандата. 70 лет назад мы создали организацию в Вене-Наций для поддержания международного мира и безопасности, для того, чтобы укреплять права человека и сотрудничать в международном плане для развития наших народов. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность этим принципам и целям, и необходимость продолжать работать для того, чтобы это стало реальностью для всех. И с тем, чтобы оставить будущим поколениям устойчивую планету. Для нас особенно приятно быть государственным основателем организации, и мы всегда поддерживаем устав и многосторонность. Хотим напомнить, пользуясь случаем, о трех знаменитых перуанцах, которые занимали высокие посты. Посол Хавер Перес де Куэлли, который был генеральным секретарем. Бывший президент Республики Хосе Луис Бустаменте, который был председателем международного суда. И доктор Виктор Андрес Беллаунде, который был председателем Ассамблеи. Господин председатель, бесспорно, что система ООН вносила и вносит большой вклад в достижение прогресса человечества. Нужно учитывать, что за эти 70 лет мы не имели таких больших войн, как в первой половине века, и не было такого экономического кризиса, как в Великой Депрессии. Однако, так же бесспорно, что достижения ООН не одинаковы для всех. Вызовы, с которыми сталкивается мир, требуют, чтобы мы подумали, какая организация нам нужна. И удвоили наши усилия для того, чтобы международный мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие стали реальностью для всех. Перу придает огромное значение повестке 2030 для устойчивого развития. Мы решили, что мы хотим за одно поколение изменить мир, и это процесс, к которому подключены наши народы. И здесь признано наше культурное разнообразие, как катализатор развития. Впервые в историю у человечества есть универсальный документ, договоренности. И мы готовы ликвидировать нищету во всех ее формах и проявлениях и обеспечить устойчивое развитие в предстоящие 15 лет, никого не оставив позади. Фактически, мы стремимся укрепить глобальный альянс для устойчивого развития. В рамках приоритетов в социальной работе Перу мы приветствуем вот эти трансформации, которые отражены во всей повестке 2030. Нужно для того, чтобы добиваться роста, сделать приоритетную помощь наиболее отсталым экономическим и социальным группам. В частности, это коренным народам, престарелым, лицам с ограниченными возможностями и иммигрантам. Для того, чтобы реализовать эту повестку, важно выделить достаточно ресурсов. Нужно продолжать увеличивать бюджеты на программы социального характера, в частности, в области здравоохранения и образования, сделав приоритетом наших детей вопрос равенства полов и расширения прав и возможностей женщин. Также для Перу чрезвычайно важно, чтобы мы в декабре в Париже на 21-й конференции сторон Рамочный конвенцион по климатическим изменениям согласовали обязательную, далеко идущую универсальную договоренность по борьбе с климатическими изменениями. Сейчас Перу, как председатель конференции, прилагает все усилия для того, чтобы это произошло в соответствии с лимским призывом. Экологические проблемы – это не только климатические изменения. Как говорят эксперты, речь идет и о явлении Льнини, с которым мы столкнулись. Нужно больше сделать для преотвращения опасности стихийных бедствий в рамках наших планов развития. Перу, страна со средними доходами, также обладает большим биоразнообразием для устойчивого развития. В частности, в этой области нас тревожит вопрос сохранения устойчивого использования наземных и морских экосистем. Как и устойчивое развитие, так и миробезопасность должны быть важными вопросами для ООН, чтобы гарантировать уважение и укрепление прав человека. Перу приветствует достижения в мирном процессе в Братской Республике Колумбии. Также мы приветствуем восстановление дипломатических отношений между Республикой Куба и Соединенными Штатами Америки. И повторяем международный призыв с тем, чтобы положить конец экономической и финансовой блокады в отношении Кубы. Что касается Палестины, считаем, что Совет Безопасности должен активнее содействовать джиалогу для возобновления прямых переговоров. Палестинцы и израильтяне должны жить в мире и в двух государствах с безопасными международными границами. Нынешний статусство неприемлемо. Перу подтверждает свою поддержку, укрепление и защита прав человека, верховенство права, мирное урегулирование споров и предотвращение конфликтов. Считаем, что передача в Международный суд и в Международный уголовный суд вопросов должна быть универсальной. И поэтому призываем государства, которые еще не присоединились, присоединиться к этим статусам. Мы должны укрепить наши возможности действия перед лицом гуманитарных кризисов и избегать безнаказанности за серьезные преступления. Ответственность за защиту человека не может быть забыта какими-либо государствами. Мы сожалеем о ситуации в Сирии и о преступлениях, совершаемых так называемым Исламским государством. Совет Безопасности должен рассматриваться как законный орган, и поэтому важно добиваться комплексной реформы, как его состава, так и методов работы. И ограничение использования ВЕТа с тем, чтобы гарантировать его представительность и эффективность. В этой связи Перу работает в рамках группы АКТ, для того, чтобы выработать кодекс поведения, который лежит в основу деятельности Совета перед лицом серьезных преступлений. Учитывая новые задачи в рамках операции по поддержанию мира, Перу представит инженерную роту в комплексе стабилизационной силы ООН в Центральной Африканской Республике. Впервые мы направляем роту за пределы нашего региона. Перу эффективно и действенно решает проблему наркоторговли. В этой связи мы осуществляем успешную стратегию комплексного подхода, что включает предотвращение, контроль, перехват, а также программы альтернативного и устойчивого развития для крестьян. Результат этой стратегии – это то, что мы сумели сократить на 14% площади под наркотиками. И программа альтернативного развития позволила охватить 50 миллионов гектаров. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи по этому вопросу в 2016 году нужно подтвердить, что сохраняет значимые смежные конвенции по борьбе с наркотиками и необходимы национальные стратегии для борьбы с этим явлением. Считаем также, что чрезвычайно важно продолжать на всех уровнях создавать обстановку, благоприятствующую эффективному контролю над вооружениями. Это включает и ограничение обычных вооружений, и нераспространение оружия массового уничтожения. Мы подтверждаем, что мы поддерживаем договоры торговли оружием и принципы разоружения и ядерного распространения без ущерба для неотъемлемого права каждого государства на производство мирной ядерной энергии. Господи, представители, как было сказано в начале выступления, международное сообщество переходит к выполнению важной задачи по трансформации мира, ликвидации нищеты и устойчивому развитию в рамках повестки 2030. С тем, чтобы это стало реальностью, государства должны в значительной мере расширить объем ресурсов, направленный на их осуществление, и расширить и укрепить международное сотрудничество. Новый глобальный союз также будет предполагать укрепление сотрудничества в области разоружения и распространения, укреплять меры доверия для предотвращения конфликтов, позволит остановить гонку вооружений, ликвидирует гуманитарные кризисы, поскольку без мира нет развития. Через 70 лет после ее создания организация и может, и должна создать такое будущее, которое мы все хотим. Благодарю вас. Я благодарю руководителя делегации Перу.